здравствуйте друзья давайте создадим своего метах юмана переходим на сайт metahuman.unrealengine.com все ссылки в описании нажимаем запустить креатор собственно версия должна быть сопоставима с установленной версией unreal engine у вас а также если сайт запрашивает какой-либо вход регистрацию попробуйте учетку epic games а если он запрашивает регистрацию то нужно будет зарегистрироваться именно на почту gmail то есть mail.ru не пройдет скорее всего и собственно нужно подождать то есть создание метах юмана работает в браузере и получается вы видите потоковое видео которое обрабатывается на стороне сервера а дальше нужно будет когда создадим метах юмана нужно будет открыть unreal engine установить quicksil bridge и через quicksil bridge скачать своего персонажа и добавить в проект это отображается мой метах юмана которого делал именно версии 5.2 это предыдущие версии переходим во вкладку создать и сейчас будем подбирать персонажа с которого начнем собственно изменения то есть референс по сути подбираем вот такие персонажи нам предлагаются давайте допустим выберем вот этого персонажа девушку и вы также можете заметить что есть восклицательный знак на некоторых персонажах она некоторых нет этот восклицательный знак в основном означает именно работу с волосами он давайте прочитаем то есть в unreal engine когда мы добавим только при использовании лода 0 либо 1 будут видны волосы то есть лоды это скажем так качество только при максимальном качестве персонажа будет все видно а персонажи достаточно требовательный то есть если вы таких там 10 в сцену добавить и для игры это не подойдет скажем так будет все тормозить оптимизации никакой в этом не будет но если вы хотите создать именно максимальное качество то нам подходит тем более волосы мы можем еще изменить в дальнейшем нажимаем создать мы можем зажать колесо мыши и перемещаться можем крутить колесо мыши отдаляться как видите очень красиво все детально из анимации здесь выбирать анимации эти анимации в unreal не переносится это только для демонстрации здесь мы можем поставить в принципе и качество повыше вот сейчас максимальное качество вот он 0 лод нас стоит тут смотрите если мы два поставим так персонаж уже волосы теряются ну и собственно давайте сразу глянем как выглядят разные лоды мы видим что упрощается все не только лицо но в принципе полностью тело но больше всего мы конечно заметим это на лице все эти изменения и также по умолчанию будет чем вы дальше от персонажа тем лод автоматически переключается но это можно изменять это самый простой вот давайте поставим нулевой самый качественный давайте нажмем пауза и просто посмотрим на персонажа также мы можем менять освещение можем посмотреть разные эмоции выглядит все красиво очень во первых мы можем переименовывать своего персонажа давайте назовем май 1 перейдем в blend blend это такая штука когда мы хотим между разными персонажами выбрать какие-то общие черты лица для примера давайте возьмем эту девушку перенесем ее сюда и например еще вот эту девушку вот сюда и нам нужно сейчас добавить третьего персонажа давайте вот этого персонажа можно будет потом добавлять еще и теперь мы можем браться за вот эти штуки и зависимости куда мы поведем ту черту лица мы заберем с персонажа это такой общий бленд который можно рассматривать принципе давайте рассмотрим теперь следующий шаг сейчас все по порядку каждый нюанс рассмотрим что здесь есть есть собственно скин это цвет кожи текстура кожи обратите внимание то есть можно сделать человека там постарее помоложе с разными складками давайте допустим поставим что-то сильно выделяющиеся и контраст сейчас особо не влияет кроме как на цвет губ roughness также влияет на блики но также это зависит от освещения можно в разном освещении смотрим давайте оставим это освещение и контраст сделаем меньше текстуру выберем такую более гладкой кожи у нас есть веснушки они сейчас эти выбраны и также можно регулировать их количество но силу если мы да сразу давайте чтобы их видно хорошо было количество силу либо вообще можем их убирать как видите можно расставлять акцент просто цвет кожи в этих местах скажем так давайте посмотрим глаза собственно это у нас цвет допустим зеленые зеленые глаза допустим и здесь можно уже более детально как видите с глазами проработать все и сам зрачок можно текстуру зрачка разную радужку глаз можно менять и и обратите внимание по умолчанию стоит сразу на два глаза но можно глаза сделать разного цвета если это необходимо далее давайте перейдем к зубам целом зубы ну мне нравится но здесь очень много всяких изменений с ними можно делать как видите давайте посмотрим что что это за настройки вариативность для каждого зуба одно оттенки это просто для нас посмотреть при открытом давайте мейкап перейдем это в целом лицо кстати давайте оставим достаточно прикольно выглядит глаза на то всякие обводки давайте так оставим ну равность это обычно блики это насколько сильно в общем прозрачность и такой металлический окрас якобы на металлический нужен а собственно вот уже румяна мы подошли и губы с бликом более прикольная и это у нас сила достаточно круто все получается давайте теперь посмотрим волосы собственно раздел голова то был раздел лицо волосы они также здесь отображаются вот этими значками про лоды как в самом начале я вам говорил давайте подберем прическу например вот эту обратите внимание она и при любом лоде будет работать цвет волос также можем менять в деталях давайте проверим это собственно опять же цвет идет насколько они бликуют волосы так дополнительные настройки вида это я так понимаю эмилирование ли что такое будет или окрашивание проверим как там правильно нет а блик а вот это наверно эмилирование идет окей давайте посмотрим следующий шаг это у нас брови давайте вот этот тип оставим цвет также мы можем менять в принципе на разные даже цветные прям оттенка давайте детали зайдем только цвет давайте темно сделаем здесь также будет блеск дополнительные настройки а собственно ресницы сейчас выбраны вот эти давайте посмотрим какие есть ну получается это совсем без и вот разные реснички давайте вот эти оставим так но бороды соответственно точнее это усы для мужчин бороды также для мужчин но мы просто применим что вы посмотрите что вообще получается достаточно забавно и бороды тоже очень очень крутые окей далее давайте пропорции у нас есть это высота тела то есть невысокие средние и высокие давайте выберем и допустим средняя пропорция тела то есть есть полненькие есть худенькие это у нас средняя и есть размер головы меняется давайте перейдем в топс это у нас получается майки но их тут не так много ну скажем верхняя одежда и текстуру некоторую можно менять но в unreal engine можно будет полностью все поменять в плане материала и текстур сейчас ссылка в описании точнее подсказках выше появится давайте посмотрим что здесь есть окей пусть будет такая майка давайте сейчас цветом поработаем допустим сделаем вот так и в деталях мы уже сможем выбрать какую-то картинку это отдельно графика сейчас это наклейка допустим я выбрал такой рельеф на соответственно можно работать с ним более детально есть размер и некоторые другие настройки графику давайте уберем ну либо посмотрим что здесь есть из графики например вот так посмотрим на какие штаны можно применить давайте посмотрим что они для йоги называются кстати почему нижняя часть темнее может быть это из-за второго цвета но непонятно на самом деле либо они просто так сделаны давайте посмотрим текстуру какую нибудь допустим такой оставим давайте проверим другие ноги соответственно вернемся ну да это у них затемнение почему-то внизу есть давайте сделаем вот так типа тренировка йоги у нас остается только обувь поменять соответственно давайте перейдем в обувь кроссовки так он не успевает текстуру подгрузить вот так вот так круто смотрится но нам сейчас лучше кроссовки примерить вот такие вот давайте посмотрим на цвета давайте давайте синий пусть будет а никакой ткани обшивки нет есть только второй цвет а второй это белый сейчас стоит это шнурки получается давайте вот так например деталей графики тоже нет окей здесь мы просмотрели все пункты давайте сейчас дальше посмотрим что можно делать к сожалению именно конкретных настроек по лепке тела на данный момент нет но есть больше настроек связанных с лицом мы кстати можем единичку на клавиатуре нажать таким образом именно к лицу приблизиться и вот здесь blend мы уже с вами работали с ним давайте перейдем теперь в скульпт и перейдем в скульпт сразу и собственно у нас есть точки которые мы можем скульптить ага все таки эта штука да это важная штуковина давайте ее включим чтобы у нас все было симметрично но забавно да что можно делать без симметрии обратите внимание давайте кстати еще раз в блендинг перейдем хотя у скульпта еще переключалось и так вот он move давайте это общие черты сразу все вместе точки двигать поавливаем разруш Dominique CR testim или идем снова в скульпт н давайте бленд что-нибудь еще посмотрим, что можно менять. Допустим, у нас получилась такая вот девушка. Давайте нажмем какую-нибудь эмоцию, еще посмотрим. Выберем какую-нибудь анимацию. У нее лицо, кстати, достаточно сильно бликует, но, в принципе, это... Интенсивность мейкапа мы сейчас снизим. Уже не так бликует. Ну и рафность, соответственно, это матовый либо блик, можем даже поднять. Кстати, светлые глаза смотрятся поприкольнее. В целом мы полностью рассмотрели конструктор, за исключением некоторых кнопок дополнительных. Это... Вот здесь у нас есть. Это просто черно-белый материал, сделать именно кожи. И есть убрать волосы. Они убираются все абсолютно, и то есть на голове. Кстати, обратите внимание, как быстрее стало работать. Хотя обработка все равно на сервере идет. Они убираются везде. То есть волосы, они на всем теле. Давайте включим. Вот, допустим, волосинки мы вот здесь сейчас наблюдаем, либо не наблюдаем. Но это просто для нас. То есть экспорт волос все равно будет в любом случае. Ну, это подсказки. Вот справа показывают, то можно сделать. Горячие клавиши какие есть. И давайте, допустим, анимацию какую-нибудь там. Окей, как сделать экспорт? Ну, мы видим, что все настройки сохранены здесь справа. Он автоматически все это делает. Мы просто переходим в мои метахьюманы, допустим. Далее открываем Unreal Engine. Quixel Bridge у нас уже должен быть установлен. Вы можете отдельно найти в интернете, как установить Quixel Bridge. И давайте перейдем в Games, например, и выберем шаблон от третьего лица. Кстати, эту девушку можно настроить главным героем. Сейчас ссылка появится выше, как это сделать. И давайте введем. Например, вставим ее просто в этот проект. Но мы можем еще хороший проектор смотреть. Это в Epic Games. Есть он бесплатный от самих эпиков. Если мы перейдем вот в магазин, сейчас я вам покажу. метахьюман лайтинг вы можете поставить. А там просто сцена такая с разным освещением, чтобы можно было именно метахьюмана вблизи там рендеры какие-нибудь поделать. В общем, это комната с белым освещением по умолчанию. Там можно менять его. Просто белый шар вокруг, скажем так. Итак, сцена у нас создалась. Давайте. Вы, кстати, с первого раза в жизни запускаете, компиляция шейдеров будет долгой. Вот здесь ставится графика. Сейчас у нее максимальная стоит. И давайте в Windows поставим контент-браузер. Вот нажмем на него и прикрепим вот в самый низ. Далее перейдем в папку контент. И, собственно, это все. Далее нажимаем плюс. Quixel Bridge у вас когда уже установлен, он будет по умолчанию включаться. Вот он, Bridge. Нажимаем Quixel Bridge. Именно из Unreal. Отдельно программу открывать не пойдет. Здесь он попросит у нас авторизоваться. Окей, перейдем в MetaHumans и выберем мои MetaHumans. Здесь будут отображаться MetaHumans, сделанные для конкретной версии. Мы сейчас их ввозим в 5.2. И галочка означает, это у вас уже скачанные персонажи. Но, как видите, мы не видим никаких картинок. К сожалению, это связано с серверами, на которых Epic Games хранит данные, и они заблокированы в России. Поэтому используем любой VPN. Желательно тот, который не срывается. Но основная задача VPN-а отобразить картинки и начать скачивание. Потом можно отключить VPN и без него докачать. К сожалению, лично у меня ни разу не получалось, как только ограничения включили, скачать персонажа без VPN. Не хочет скачать этот VPN. Обычно нужно штук 20 попробовать, чтобы найти тот, который скачает. Так, он подсоединился, но нам нужно тогда... Хотя сейчас он увидел. Сейчас попробуем туда-сюда нажать. Ничего не произошло, поэтому Quixel Bridge закрыли и нажимаем плюс к Quixel Bridge заново. Выбираем мои MetaHumans, и вот началась прогрузка. Все грузятся. Итак, здесь мы выбираем качество. Вы можете загружать как в минимальном, в среднем и в высоком качестве. Минимальный, по-моему, это 1К, средний 2К, и высокие качества это 4К. Я сейчас нажму минимальное. Нам вполне достаточно, мы разницы особо не увидим, потому что это именно только касается текстур. То есть при максимальном приближении может быть будет какая-то разница, но не особо-то она и видна. Нажимаем скачать. Сначала идет генерация, потом идет скачивание, и, соответственно, VPN не должен оборваться. Ну, по крайней мере, на начальной стадии, пока не начнется скачивание. Собственно, ожидаем. Кстати, пока качается наш персонаж в слабом качестве, у меня есть скачанный персонаж, мой. Он, получается, в среднем качестве скачан. Давайте посмотрим, сколько весит персонаж в среднем качестве. 1 гигабайт 680 мегабайт. Притом, их вес абсолютно разный. Итак, после того, как наш персонаж скачался, мы просто нажимаем его качество. Если мы меняли, соответственно, просто нужно каждое качество 1 и качать. Выбираем его качество, нажимаем «Добавить в проект». Происходит загрузка. MetaHumans папка появилась у нас. Заходим в My1 и BPMy1. Давайте вынесем на сцену. Но он сейчас попросит перезапустить проект. Вот пошла загрузка. Он меня на вторую вкладку перекинул. Везде нажимаем «Enable». Возвращаемся сюда. У нас перс не отображается, потому что он просит рестарт. Давайте рестарт. Нажимаем «Сохранить». Итак, проект у нас перезапустился. Нажимаем на персонажа. Нажимаем F, чтобы сфокусироваться на нем. И готово. Наш персонаж в сцене. Давайте нажмем «Поворот» и повернем его к солнцу. Прямой свет будет. Я сейчас нажимаю «W» и кручу колесо мыши, либо «S» и кручу колесо мыши, чтобы уменьшить скорость приближения. Как видите, вот он на сцене очень качественный. Давайте я нажму сейчас «Файл» и «Сохранить все». И далее нажму на три полоски. И здесь поставлю вместо 90, то есть в «Фов» мы меняем с 90 на 50, допустим. Можем и 30 поставить, чтобы мы просто могли поближе к глазам, например, приблизиться. Все выглядит очень круто. Соответственно, если вы качнете текстуры там повыше, то они будут также сильнее прорисованы. Но для обычного вида там со стороны достаточно и таких, которые у нас сейчас. Давайте нажмем «Плей» и просто подойдем. Вот наш персонаж, мы сквозь него сейчас можем проходить. Я надеюсь, данное видео для вас было полезным. Также обязательно посмотрите другие мои уроки, как анимировать лицо Метахьюмана, как назначить его главным героем, как вообще анимацию делать для тела. И обратите внимание, сейчас работает вот это «Лоды», то, что я вам говорил, видите, упрощается, чем дальше мы от персонажа. Мы можем нажать «Контрол-Е», когда у нас персонаж выделен, перейти в «Лод Синс» и поставить, например, 1.0.1. Нажимаем «Комплит», нажимаем «Сейв». И теперь, вне зависимости, насколько далеко мы или близко от персонажа, он всегда будет очень качественный. Ну, соответственно, обратите внимание, что это очень сильно влияет на оптимизацию. В целом, это все. Присоединяйтесь в наш чат по Unreal Engine. Подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Всего доброго всем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok